Здравствуйте! В эфире «Время новостей». В Волгограде стартовала подготовка к проведению крещенских купаний. Более ста беспилотников переданы из нашего региона в зону проведения специальной военной операции. На катке в Центральном парке культуры и отдыха выбрали мистера и миссис Лед-2024. 170 юных шахматистов нашего города сразились за звание лучшего. А также какой коллектив стал лучшим в казачьей зарубе и как помочь птицам пережить морозы. Об этом и многом другом мои коллеги и я, Дарья Денисова, расскажем в ближайшие полчаса. Волгоград готовится к проведению крещенских купаний. Сотрудники муниципальной службы спасения начали водолазное обследование водоемов. К празднику крещения Господня там установят купели. Волгоградские спасатели внимательно проверяют места установки купелей. При осмотре водолазы извлекают все опасные предметы. Работы у водолазов службы спасения Волгограда в канун праздника крещения Господня немало. От их действий во многом зависит безопасность жителей города на Волге. Адреса расположения купелей. Тракторозаводский район напротив дома номер 4 по улице имени Громши, Спартановка. Краснооктябрьский район, территория яхт-клуба «Пилигрим», улица Мативосяна, 16. Дзержинский район, Ангарский пруд. Советский район, Ельшанская набережная, микрорайон Тулака. Кировский район, набережная имени Высоцкого, около пристани имени Руднева. Красноармейский район, Севастопольская набережная у монумента Ленина и пляж в поселке Южный. В преддверии праздника крещения Господня сотрудники районных муниципальных предприятий ЖКХ подготовят необходимую инфраструктуру, удобные спуски к воде и теплые раздельные палатки для переодевания волгоградцев. Крещенское купание проходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях и орданиях. При проведении обрядов рядом с купелями будут дежурить сотрудники муниципальных служб, включая спасателей, дружинников и сотрудников полиции. 225 многоквартирных дома обследованы в тракторозаводском районе Волгограда. Инспекторы Госжилнадзора собирают материал для дальнейшего реагирования. Задача проверяющих – дать правовую оценку действиям должностных лиц УК в период восстановления подачи тепла в жилой фонд после недавнего технологического нарушения. 14 января губернатор Андрей Бочаров поручил проработать вопрос пересчета оплаты коммунальных услуг в связи с нештатными ситуациями на сетях. Активизировать работу в отношении УК по действиям в период восстановления внутридомовых тепловых контуров. Представители органов Госжилнадзора контролируют выполнение управляющими организациями своих обязательств. С начала топ-периода управляющим организациям, допустившим нарушения, выдали уже более 300 предостережений. Глава Волгограда Владимир Марченко в ходе оперативного совещания поставил задачу сверить данные концессии теплоснабжения и управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд Тракторозаводского района, о периоде приостановки подачи ресурса потребителям. Сведения необходимы, чтобы провести полноценный перерасчет оплаты коммунальных услуг для жителей, которые ощутили последствия аварии на тепловых сетях. Волгоградцы не будут платить за те дни, в которые ресурс не поступал в многоквартирные дома. Контроль за сверкой данных будут осуществлять представители профильных служб администрации города-героя. Волгоградская промышленность начинает 2024 год с запуска новой металлургической линии. Современный участок отделки труб из нержавеющих марок стали открыт сегодня на Волжском трубном заводе. С новой производственной линией в ходе рабочей поездки ознакомился губернатор Андрей Бочаров. Глава региона подчеркнул, что модернизированную площадку важно использовать для ранней профориентации молодежи и развития промышленного туризма. Также сегодня состоялось заседание Совета по развитию промышленности и ТЭК Волгоградской области. На нем Андрей Бочаров озвучил промышленные планы на ближайший десятилетний период. Подробнее об этих, значимых для региона событиях, расскажем уже в наших следующих выпусках. Более ста беспилотников передала Волгоградская область участникам СВО. Заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, которые находятся в это время в зоне проведения специальной военной операции. Партию спецгруза сформировали полностью за счет средств регионального фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Помогают все, для кого слово поддержка – не пустой звук. Жители Волгоградской области, сотрудники предприятий и организаций – все они вносят свой вклад в общее дело. На 1 января в фонд поступило 966 миллионов рублей. На 744 миллиона рублей заключены договоры. Приобретено оборудование, снаряжение. Вместе с беспилотниками воинских подразделений отправятся устройства для подавления работы вражеских дронов. Оборудование необходимо для подавления сигналов различных частот. Очень необходимая техника, которая нужна, востребована. Прежде всего, беспилотные аппараты помогают сохранить человеческие жизни, так как оператор работает удаленно. И это очень необходимо в данной ситуации. Спецгрузы воинским частям Волгоградского гарнизона регион направляет регулярно. В их составе оптикорг, техника, радиостанция, оборудование для инженерных целей. С наступлением холодов участникам специальной военной операции передали очередную партию гуманитарной помощи, термобелье, ветровлагозащитные костюмы, спальные мешки с термоковриками и другое. Спецгруз был также закуплен и сформирован из средств регионального фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Продолжается акция «Тепло из дома». Перед Новым годом были собраны и направлены несколькими партиями 100 тонн подарков, собранных жителями региона трудовыми коллективами. Волгоградская область оказывает всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям. В регионе реализуют 35 мер поддержки. Ирина Абрамова, Роман Седлецкий, Время новостей. Аномальные холода в Волгоградской области стали настоящим испытанием не только для людей, но и для братьев наших меньших. Особенно тяжело приходится птицам. Добыть пищу в это время года для пернатых – крайне сложная задача. Как им помочь, расскажет и покажет Анна Полякова. Чтобы не замерзнуть зимой, птицам нужно много энергии. Для этого необходимо ее постоянно пополнять, чаще и больше питаться. Однако зимой большинство источников пищи для пернатых становятся недоступными. За короткий зимний день птицы стараются найти корм и место, где можно пережидать стужу, летят поближе к людям. Чаще мы можем заметить их на остановках, возле жилых домов и общественных пространств. В сложное для них время пернатые очень надеются на помощь. Юные и взрослые волгоградцы делают для птиц кормушки. Если вы посмотрите, вот здесь все разные конструкции. Здесь ни одной конструкции не повторяется, ни одной работы не повторяется. Делаем очень полезные изделия, особенно сейчас, для наших морозных дней. И птички довольны, и ребята тоже. Мастерить столовые для птиц лучше начинать с осени, когда естественного корма для них становится меньше. Но и сейчас не поздно совершить доброе дело. Ребята со своей задачей справляются на отлично. Внимание уделяют каждой детали. Вот тут окошко у нас идет, вот у нас стенка. Когда мы будем делать, у нас уже дно готово. Сама конструкция готова, осталось только стенки. Вот сейчас это вот вторая стенка, я выпиливаю ее. При изготовлении спасательных домиков для птиц ребята сами продумывают их конструкцию. После этого приступают к практической работе. Размечают, выпиливают, зачищают, скрепляют и, конечно, оформляют свои изделия. В каждую кормушку они вкладывают душу, потому что точно знают, насколько важно помогать пернатым. Многие птицы улетают на юг, когда зима приходит. А кто-то остается вот в эти холодные дни, и птицам им негде находить еду. Ну и поэтому люди создают кормушки, чтобы им было где покушать. Не стоит забывать о том, что наши добрые дела не должны обернуться для птиц бедой. В стремлении помочь пернатым пережить морозы нужно соблюдать несколько простых правил. Выбрать безопасное место на ветке, куда не доберутся другие животные. Ежедневно пополнять запасы, не использовать в качестве корма обжаренный или заплесневелый хлеб, подсоленные семена или сало, влажную пищу. Требованием безопасности должны отвечать и сами кормушки. Все детали обработаны инструментом, напильниками, надфилями, наждачной бумагой. Конечно, все детали обработаны. То есть кормушки совершенно безопасные и при изготовлении ребята пораниться не могут, и безопасные для тех, кто будет ими пользоваться. Забота о братьях наших меньших касается каждого. В Волгоградской области обитают около 300 видов птиц. Те, которые остаются на зиму в наших краях, одним своим присутствием помогают нам становиться добрее. Своевременная помощь пернатым – важная, а главное посильная задача для любого человека. Смастерить кормушку не так уж и сложно, мы с вами в этом убедились. Теперь необходимо наше творение разместить на дереве и регулярно пополнять кормом. Совершать добрые дела очень просто. Всего одна горсть зерна или кусочек свежего хлеба в кормушке смогут спасти от гибели десятки птиц. Анна Полякова, Александр Шишин. Время новостей. Обнимайтесь, так теплее. В январский морозный день на катке в Центральном парке культуры и отдыха выбрали мистера и миссис Лед-2024. Как сохранить любовь на долгие годы и как проявляют чувства волгоградцы разных поколений узнала Лейла Джумалиева. Пушистые сугробы, морозные узоры, яркие огни и красавицы елки, укутанные снегом и увешанные гирляндами. На самом большом катке города-героя влюбленные пары сразились за звание лучших на льду. Влюбленные глаза, счастливые улыбки и крепкие объятия. Здесь и те, кто только учатся в школе и узнают, что такое первая любовь. И те, кто уверен, рядом с ним спутник на всю жизнь. И вместе ничего не страшно. Познакомились почти 20 лет назад и до сих пор мы вместе. В 2004 году, в октябре месяце. В 2005 поженились и вот до сих пор вместе. Когда мы это сегодня победите? Надеемся, что победим. Видно будет, время покажет. Нет, победим. Во время конкурса пары рассказали свои истории любви. Чем необычнее трогателей, тем выше бал. Ответили на Блиц-опрос, как хорошо вы знаете друг друга. И показали свои необычные костюмы. Партнер Анны Азнауровой облащился в костюм совы. Эта птица – символ учебного заведения, которое их познакомило. Наверное, главный секрет успеха в семье и в любви – это доверие и понимание. Поддержка, которая нужна будет абсолютно каждому, кто хочет начать свою семью. Как вот здесь, на льду, сегодня будет многим нужна поддержка, чтобы не упасть. Так же и в построении отношений. Это все очень большой труд, но этот труд того стоит. Любовь – одно из самых светлых чувств. Оно помогает людям добиваться побед всегда и во всем. Титул «Мистер и Миссис Лед-2024» завоевали Козулин, Руслан и Мухталиева Мадина. Они получили абонемент на месяц бесплатного посещения катка. В 2024 год объявленным президентом России годом семьи, то основной акцент при организации мероприятий в этом году Центральный парк культуры и отдыха делает на семейный активный досуг. В течение всего зимнего сезона на наших активностях будут проходить интерактивные мероприятия. В частности, одно из самых крупных мероприятий, которое нас ждет в ближайшее время, это лунный Новый год по китайскому календарю. Каток в ЦПКО – самый большой в Волгограде. И пока на термометре не будет выше плюс 10 градусов, любители активного образа жизни смогут насладиться катанием по льду. Площадка работает ежедневно с 10 утра до 10 ночи. Для посетителей открыты шесть снежных горок и новый крытый автодром. ЦПКО – парк, в котором отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями в одиночку и с друзьями можно круглый год. Лейла Джумальева, Роман Седлецкий, Время новостей. Что сделали волгоградцы из новогодних елок? Помогает ли красота построить карьеру и китайская зона экстрима в Волгограде? Далее краткий обзор самых читаемых публикаций нашего информационного портала mtv.online. Лютые морозы в Волгограде сменят ледяной дождь и штормовой ветер. Волгоградцам придется постараться не стать заложниками головных болей и скачков давления. В Волгограде внедрили бесплатного виртуального правового помощника. Как воспользоваться услугой? Появились новые фото упавшего в Волгоградской области беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Жителям Волгоградской области рассказали о правилах получения выплат на детей до 3 лет. В 13-ти медучреждениях Волгоградской области стартовал капитальный ремонт, где проводят модернизацию. Какие продукты, богатые жирами, полезны для организма? Когда в центре Волгограда появится китайская зона экстрима? В Волгоградской области определяют претендента к названию «Женщина года». Для хоккея есть секции. Волгоградцам напомнили правила поведения на катках. Продажа чужих и подакцизных товаров. Чем еще нельзя заниматься самозанятым? Что сделали волгоградцы из елей после Нового года? А также какую зарплату готовы предложить токарям Волгоградской области? Как правильно выбирать соки? И может ли красота помочь построить карьеру? Об этом и не только читайте на сайте мтв.онлайн. Битва на черно-белых полях, в которых есть пешки, кони, слоны, короли и королевы. В Волгограде на базе Дворца культуры Царицын прошел традиционный турнир по шахматам «Зимушка-зима». 170 юных шахматистов боролись за звание лучшего. В магию этого вида спорта окунулась и моя коллега Инна Емельянова. В баталиях на черно-белых полях эти ребята участвуют с большим удовольствием. Несмотря на юный возраст, уже хорошо знают, как непроста игра в шахматы. Ведь каждый ход требует от игрока стратегического мышления и тонкого расчета. От этого зависит исход партии. Девятилетний Даниил Тарасов занимается интеллектуальным спортом два года. В копилке много достижений и побед. Два турнира прошел. Успехи хорошие. Вот раньше было вообще две победы. А в следующий, в сегодняшний год уже три. Шахматы – интеллектуальный спорт. Мы приветствуем. Ребенок у нас в первом лицее учится. Как бы развиваем его не только в шахматах, во всех направлениях. Вот как бы и деквандо, и плавание, бассейн. Ну а шахматы – как бы такое подспорье нам, чтобы ребенок развивался умственно. А вот для Елизаветы Сагай этот шахматный турнир – первый. Волнение, конечно же, присутствовало. Но благодаря поддержке родителей она смогла расслабиться и почувствовать себя в своей тарелке. Настрой у меня очень позитивный. Ну, я желаю выбрать. Надо думать, надо знать дебюты, узнать, как играть, знать, как ходят фигуры. Наша дочь с трех лет увлеклась домашними шахматами. Играем дома с родителями. Очень нравится. И узнали о том, что в темпе есть замечательный тренер Варенцин Валерий Иванович. И стали заниматься. Ну, более полугода занимается шахматами. Очень нравится. 170 волгоградских ребят выявили лучших в быстрых шахматах. Турнир по шахматам «Зимушка-зима» проводят в Красноармейском районе уже 20 лет. Организаторы масштабных детских соревнований, сотрудники детской спортивной школы номер 25 «Темп». Шахматы – это не мной придумано. Это самый лучший тренажер для ума, конечно. Развивает логику, сообразительность, выносливость и все остальное. Многие дети приходят, спрашивают для занятий шахматами, спрашивают, а зачем ты пришел? Хочу быть умным. Юные спортсмены поразили всех своим серьезным и ответственным отношением к интеллектуальной игре, быстрой реакцией и умением просчитывать ходы. Поединки на 64-х клетках получились насыщенными. Доставили детям удовольствие и пополнили копилку их первых достижений. Все участники турнира получили медали и сладкие призы. Победителям вручили кубки и ценные призы. Инна Емельянова и Виталий Грищенко. Время новостей. По ножовщина в баре, ножевое ранение отца жителя, почти 5 миллионов рублей на счетах лжеброкеров. Сводку происшествий за минувшие сутки представит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Красноармейском районе полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 36-летний мужчина в баре распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. Между ним и его знакомым возник конфликт, и мужчина достал из барсетки нож и нанес удар оппоненту в область живота. 39-летний мужчина с проникающим колото-резанным ранением был доставлен в медучреждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. А в Дзержинском районе 34-летний Волгоградец после употребления спиртного со своей сожительницей ударил ее ножом в грудь. 28-летняя женщина госпитализирована. Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мошенники продолжают обманывать граждан под предлогом инвестирования. За минувшие сутки жители региона перевели лжеброкерам почти 5 миллионов рублей. 3,5 миллионов рублей лишился 57-летний машинист-бульдозера из Среднеоктубинского района, которому позвонил неизвестный и предложил быстрый и гарантированный заработок. Взяв крупный кредит, а также вложив свои сбережения, потерпевший перечислил деньги на несколько счетов. Спустя три недели аферисты перестали выходить на связь. Не смог заработать на инвестировании и 62-летний водитель из Фроловского района, потерпевший на протяжении месяца, перечислял на указанные мошенникам счета деньги, которые взял в кредит. В общей сложности потерпевший перечислил на счет лжеброкера полмиллиона рублей. Не дождавшись ни обещанной выгоды, ни вложенных денежных средств, мужчина обратился в полицию. Аналогичным способом мошенники похитили 440 тысяч рублей у жителя Дзержинского района города Волгограда и 310 тысяч рублей у 47-летнего жителя Киквизинского района. Полиция региона призывает граждан быть бдительными при общении с неизвестными лицами. Помните, если вам предлагают ежедневный доход с гарантированным возвратом средств, стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы. В Волгограде прошла казачья заруба. Два известных творческих казачьих коллектива региона сошлись в творческом поединке, чья энергетика оказалась сильнее, кто лучше передал дух настоящих казаков и чье творчество понравилось волгоградцам больше, узнала Лейла Джумалиева. Государственный ансамбль российского казачества – один из лучших профессиональных коллективов страны. Он сочетает прославленные традиции российского сценического искусства и искрометный темперамент настоящих казаков. В коллективе около 50 артистов. Я в коллективе работаю уже седьмой год. Ну, что о нем сказать. Коллектив достаточно известный. Ездит как по России, так и за рубеж. И занимает такую очень твердую позицию в нашем городе и является очень популярным среди людей. Нужно быть просто человеком, чувствовать сердцем и давать это чувство зрителю. Тогда зритель вместе с тобой, как с артистом, поймет то, о чем ты поешь, что ты хочешь сказать. Ой, да ты не стой, да не стой, Ой, да на горе к руку. Ансамбль казачьей песни «Лазуревый цветок» также один из самых успешных коллективов Волгоградской области. В нем всего 10 артистов, но на их концертах всегда аншлаг во всех залах. Основная цель этого ансамбля – вернуть народную песню в быт каждого человека. «Лазуревый цветок» название тоже. Поэтический символ казачества – это «Лазуревый цветок». И девушку, когда ласково назвали, не зайка, не птичка. Цветочек-то мой лазуревый. Все время концерт – это одно и то же. Хоть соревнования, хоть не соревнования. Это донести всю красоту песни до зрителя. Ну, а чтобы подогреть его интерес, ну, такой проект – «Казачья заруба». Колыбельные песни в исполнении артистов двух коллективов унесли зрителей в мир детства. Жизнь человека начинается с колыбельной, как и первая заруба в Волгограде. «Лазуревый цветок»! «Казачий курень»! Ну, поигрывание тоже надо уметь. Вероприятие вообще незабываемое, наверное. Я вообще первый раз на таком концерте. Мне очень нравится. Весело, прямо с огоньком. Молодцы, костюмы очень красивые. С юмором. Мне больше понравился, конечно, «Казачий курень». Ну, «Лазуревый цветок» тоже молодцы. Среди других номинаций творческого конкурса «Протяжная», «Плясовая», «Строевая» и другие. Победители по традиции определяют громким «Люба». Творческий поединок «Казачья заруба» завершился победой и дружбой. Жители региона еще больше узнали о самобытной культуре, обычаях и традициях представителей казачества. Лейла Джумалиева, Роман Седлецкий. Время новостей. 16 января по народному календарю Гордеев день или Малахий. Наши предки в этот день ставили на стол блюда из творога, чтобы счастье пришло в дом. Сегодня запрещается хвастаться чем-либо, а вечером нельзя делать тяжелую работу. О других приметах, запретах и традициях расскажет Алексей Ячевский. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народные календарь» в студии его ведущий Алексей Ячевский. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня проходит народный праздник «Гордеев день». Празднование Гордеева дня началось в честь мученика Гордея, который в 320 году в Кесарии Каппадокисской подвергся пыткам за то, что открыто выступал в защиту христиан. На Руси крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы возвращаются с гулянием, дают коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать этого, над воротами привязывали сальную свечу и обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотиной. Один из распространенных заговоров звучит так. «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води, беги молочко, по жилочкам да вымечка из вымечка, в подойничек да в крыночки, на толстую сметаночку». Кроме того, нельзя оставлять двери в хлев или коровник открытыми и без присмотра. У дверей и ворот раскладывали осиновые ветки, через которые не смогут переступить ведьмы или нечистая сила. Особое внимание в этот день уделяли домашним животным и скотам. Их кормили кашей, на молоке, специально испеченным караваем, тщательно подметали и убирались в хлеву. Такая традиция связана с поверием, что если из человека изгонят беса, то он попытается вселиться в домашнее животное, потому их нужно защищать определенным образом. По поверью, связанному с названием праздника, в горде в день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми. Иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять. По этому поводу говорили, «Сатана гордился, да с неба свалился». Считалось также, что только в этот день знахарели и знахарки могли вылечить припадочного больного или порченого человека. Согласно народным приметам, погода в этот день показывала, каким будет марк. Кроме того, большие белые облака в небе предвещали в югу. Если вдруг погибло животное в городе в день, значит в жилище пробралась нечисть, которая не перестанет вредить. Нужно проводить ритуалы по очищению дома, которых достаточно много. Народные заговоры и ритуалы, молитвы, окропление святой водой, окуривание дымом специальных трав и так далее. Сон в ночь на 16 января считается полезным и ценным, так как может показать скрытые способности, о которых вы не знаете или которые игнорируете. Однако, именно эти способности могут привести вас к цели или успеху в жизни. Ну а теперь настало время поздравить наших дорогих именинников. Василий, Гордей, Ирина, от всей души поздравляем вас. И, кстати, родившийся в этот день будет четко распознавать добро и зло. Обмануть и обвести вокруг пальца такого человека никому не удастся. Кроме того, родившиеся 16 января способны слушать природу, понимать ее голос, послания или предупреждения. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы или прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Дуэль двух лучших диверсантов 20-го столетия Павла Судоплатова и Отто Скорцени даже сегодня кажется невероятной. Многие подробности этого события Второй мировой выяснились относительно недавно. Кто передавал в Абверсвих секретные сведения прямо из Генштаба Красной Армии, как спасали жизни лидерам сразу трех стран Советского Союза, США и Великобритании. Смотрите в очередной серии проекта «Война миров» на МТВ сразу после этого выпуска новостей. Сегодня днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер южный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, плюс 3 градуса. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok